ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петербургский диалог в Берлине. Глава Горчева-Черкесии Рашид Тимрезов в составе официальной делегации Российской Федерации принимает участие в 16-м заседании Российско-Германского форума в Берлине. Дом – это там, где вас поймут, там, где надеяться не ждут, там, где забудешь о плохом. Мама. Пожалуй, это слово является первым и самым главным в жизни каждого из нас. Накануне Дня матери съемочная группа «РХС-24» побывала в гостях у многодетной семьи Новиковых, которые вышли за рамки формата «Папа, мама, я». Игорь и Юлия воспитывают шестерых детей. Что такое шатровая крыша? Насколько это надежно и в чем экономическая выгода такого обновления? Мы расскажем в одном из сюжетов выпуска. Глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов в составе официальной делегации Российской Федерации, которую возглавляет председатель Совета директоров Газпрома Виктор Зубков, находится в Берлине, где проходит 16-е заседание Российско-Германского форума «Петербургский диалог». В состав российской делегации входят главы субъектов, спикер парламента Крачево-Черкесии Александр Иванов. Главная тема всех дискуссионных площадок – общественное участие как путь к взаимопониманию России и Германии. Президент России Владимир Путин направил приветствие к участникам Петербургского диалога, в котором отметил, что форум уже много лет служит важнейшим каналом народной дипломатии в отношениях между Россией и Германией. Это представительный форум, объединяющий парламентариев, общественных и религиозных деятелей, ученых, мастеров культуры и искусства, журналистов и предпринимателей. «По праву пользуются значительным авторитетом в обеих наших странах», – говорится в обращении президента России Владимира Путина. Сегодня в Берлине Рашид Тимрезов вместе с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым и спикером парламента региона Александром Ивановым почтили память павших и возложили цветы к мемориалу советскому воину-освободителю, который держит на руках спасенную немецкую девочку. Этот мемориал, отлитый из бронзы в Ленинграде и установленный в Трептов парке, является одним из самых величественных символов победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне и освобождении народов республики. Каждый год в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается такой значимый праздник, как День Матери. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил матерей республики с этим праздником. «Самая крепкая, искренняя и чуткая любовь материнская, душевная забота и тепло, которые дают матери, помогают нам на протяжении всей жизни. Все наши успехи и достижения, все доброе и светлое, что у нас есть, так или иначе являются результатом вашего труда. Дорогие мамы и бабушки, в этот замечательный праздник говорим вам искреннее спасибо за ежедневный материнский труд, безграничную любовь и понимание, за то, что делаете мир добрее и лучше. Низкий поклон старшему поколению женщин-матерей за огромное трудолюбие, чувство долгой ответственности, говорится в поздравлении». «Мама». Пожалуй, это слово является первым и самым главным в жизни каждого из нас. С образом мамы мы ассоциируем самые нежные чувства. Но главный из них – это теплота и ласка, которые невидимой нитью соединяют чуткое материнское сердце с сердцем ее ребенка. Наша съемочная группа накануне Дня матери побывала в гостях у многодетной семьи Новиковых, которые вышли за рамки формата «Мама, папа, я». Игорь и Юлия воспитывают шестерых детей. Как они успевают уделить время каждому ребенку, не забывают про свои личные интересы, расскажет наш корреспондент Юлия Житная. Игорь Александрович, Юлия Владимировна, Марк, Михаил, Виолетта, Руфина, Ева и Валерия. А все вместе – семья Новиковых. Старшему ребенку 12 лет, а младше недавно исполнился год. Большая и дружная семья, каждый член которой поддерживает и заботится друг о друге. Здесь с самого детства прививают семейные ценности. Игорь и Юлия всегда рассказывают своим детям про бабушек и дедушек, чтобы у ребят была связь со старшим поколением. Но все же самой популярной и интересной историей в их семье является рассказ про свадьбу Юлии и Игоря. Свадьбу быстро сыграли. Мы были знакомы только месяц. Познакомились мы с ним 27 августа, а 27 сентября мы сыграли свадьбу. Мои родители приехали с Украины сюда, и мы играли свадьбу. Изначально молодая пара не планировала много детей. Двое, трое и достаточно, говорили Новиковы. Но большая любовь к детям кардинально изменила их намеченные планы. Мы хотели одного, может быть, двоих, может быть, троих. А потом просто, ну не знаю. Мы воспринимали детей как награду, просто от Бога. Поэтому у нас очень много детей. У Юлии часто спрашивают, какие удается уделять каждому ребенку индивидуально время. Ответ прост. Прислушиваться к своим детям и давать им заниматься тем, чем они хотят. Например, второй сын Михаил всегда мечтал играть на гитаре, и родители его отдали в музыкальную школу. Марк, он старше, он закончил музыкальную школу. Мишенька вторую сцену ходит на гитару в первый класс. У нас Виолетта, она ходит тоже в первый класс на скрипку. И Руфочка, она фортепиано. В общем, когда я вечера начинаю учить уроки, здесь концерт, оркестр. Семья Новиковых – очень творческая семья. У них есть даже собственный гимн семьи, который они все вместе исполняют. В нем есть такие слова. Дом – это не стены и окна, даже не стулья за столом. А что же тогда дом? Ответ также есть в этой песне. Дом – это там, где вас поймут, там, где надеяться не ждут, там, где забудешь о плохом. Это твой дом, это твой дом. Юлия Житная, Роман Баюра, Радемир Князев, Архиз, 24. Под крышей дома своего. В Карачао-Черкесии впервые повысилась собираемость платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов и составила 80%. Такие данные опубликовал Региональный фонд капитального ремонта. Отмечу, что республика занимает второе место в СКФО по собираемости платежей за 9 месяцев текущего года. По данным фонда, самый популярный вид работ – ремонт кровли. Что такое шатровая крыша, насколько это надежно и в чем его экономическая выгода, узнавала Татавик Желовян. История микрорайона Московский Усть-Жигуты берет свое начало еще в советские годы. Его основания совпадают с возведением на территории республики агрокабината Южный. Система ЖКХ практически всех многоквартирных домов, из которых, собственно, и состоит район, безнадежно устарела и остро нуждалась в капитальном ремонте. Мне повезло. Я после окончания института участвовал в строительстве конкретно этого дома и тепличного комбината. И уже и моральный, и физический износ этого дома, можно сказать, произошел. Дом построен был, по моей памяти, в 1976 году. Кровельный ковер, как его называют строители, давно ослужил свое. Снег, дождь, игра – то и дело были незваными гостями в квартирах горожан. Но вскоре о таких проблемах можно будет позабыть. Рабочая бригада в течение месяца занимается капитальным ремонтом крыши. Преимущественными вентилируемой крышей перед плоской невентилируемой является, во-первых, долговечность, во-вторых, устраивается внешне организованная водосточная система, также пароизоляция. Площадь кровли чуть более полутора тысяч квадратных метров. Самый сложный и ответственный этап работы остался позади. Запильная система уже установлена. Далее рабочие начнут монтаж пароизоляционной системы, после все накроют профнастилом и перейдут к водосточной системе. Отдельный вопрос – надежность работы. Событие – ноября 2016 года, когда в результате шквалистого ветра в ряде населенных пунктов республики крыши посрывало, как листы, картона, обошлись бюджеты республики в копеечку. Как заверяют и подрядчики, и заказчики, новую кровлю такая судьба не постигнет. С проектом предусмотрены специальные мероприятия. Везде стропильные ноги антируются. Дополнительно к этому еще привязываются с крутками из проволоки. Могу гарантировать, что те ураганы, которые прошли у нас по Черкесску, в два раза сильнее ураганов спокойно она выдержит. Новая крыша позволит и существенно сэкономить средства фонда капремонта, а значит и взносы граждан. Приведем несколько цифр для сравнения. Рыночная стоимость одного квадратного метра мягкой кровли – около 900 рублей. То есть крыша площадью 1500 квадратных метров обойдется в 1 350 000 рублей. При этом один квадратный метр шатровой крыши стоит 1500 рублей, а значит на весь ремонт уйдет 2 250 000. Теперь сравним срок службы крыш. Мягкую кровлю придется ремонтировать в среднем каждые 4 года. А вот шатровая прослужит около 20 лет. Таким образом экономия довольно существенная – более 4 миллионов рублей. Хорошо, конечно, что делают, потому что я знаю, что девятый этаж балкон протекал, и у меня немножко капало на восьмой этаж. А так довольные, конечно, пусть делают. У многих людей, я знаю, у которых что попадала вода в квартиры. Новая крыша, как обещают строители, будет готова уже к концу этого года. Напомню, в текущем году фонд капитального ремонта полностью преобразил 65 домов. А до конца года новый облик получит еще 14 многоэтажек. Татэк Джилавя, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. В Республиканском институте повышения квалификации работников образования прошел семинар, посвященный методике преподавания общеобразовательных дисциплин, такие как история и общество знания. Приглашенными из столицы страны методистами представлены новые учебно-методические пособия-учебники издательского дома Дрофа. Наш корреспондент Ринат Ибрагимов с подробностями. Методики преподавания каждой дисциплины, как в среднеобщеобразовательных, так и в высших учреждениях, с годами меняются. Что-то новое привносится в способы подачи в уже установленные годами законы и правила изучаемого предмета. Светлана Гондарь – главный методист по истории общества знанию корпорации «Русский учебник». Под ее руководством в Карачаево-Черкесии был представлен новый комплект учебных пособий, вошедших в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию для общеобразовательных школ. Обновляется содержание, безусловно, потому что общественные науки, они тоже не стоят на месте, если мы говорим непосредственно об истории общества знания. И появляются и новые какие-то достижения, открытия, какие-то разработки, которые, безусловно, они должны быть отражены в учебнике. Дети другие, понимаете, и, предположим, художественное оформление учебников, по которым учились мы, еще и даже, может быть, вы, оно не соответствует тем требованиям, которые предъявляют сейчас современные дети. Энвер Абдулаев показал педагогам истории общества знания республиканских школ новые методики преподавания этих дисциплин. По его мнению, большинство учебников представляют собой подборку сухих текстов об исторических фактах, которые ученикам приходится заучивать. В новых же учебных пособиях книги являются своего рода навигатором по историческим вехам нашей страны и всего мира. Мы попытались сейчас, и спасибо огромное, так сказать, издательству «Дрофа», что оно нас в этом плане поддерживает, мы попытались реализовать проект учебника, который не является только текстом для заучивания. Педагогов заинтересовали новые подходы в методике преподавания и подачи той же информации знакомым им в дисциплин, как история и общество знания. Рассказ главного редактора журнала «Преподавание истории в школе» — это вообще очень интересно. Многое, с учетом своих 20 лет в школе, многое интересного услышал. Что-то, может быть, даже буду использовать в школе. Методистами также делаются акценты на электронные формы обучения. В настоящее время практически все учебники доступны в электронном варианте на многих носителях. Этот формат более емким, чем печатное издание, и переход на такую форму обучения включает более углубленное изучение предмета. Учителя уже не первый год активно используют на уроках электронные приложения к учебной литературе. Но при этом они не уверены, что бумажный учебник может кануть в лето. По их мнению, учебники будущего так и останутся бумажными, с обязательным подкреплением, как электронное приложение. Ринат Ибрагимов, Радомир Князев, Архиз-24 Неделя приемов граждан. С 27 ноября по 3 декабря «Единая Россия» проведет приемы граждан, приуроченные ко дню рождения партии. В Карачао-Черкесии подготовка к декаде приемов уже завершена. Будет организовано больше сотни площадок для встреч с жителями республики. Они будут открыты не только на базе общественных приемных, в республиканской столице и районных центрах, но и в сельских поселениях. Приемы граждан проведут члены Совета Федерации России, депутаты Госдумы, члены регионального полицсовета партии, депутаты парламента Карачао-Черкесии и советов сельских поселений, представители органов госвласти. С более подробным графиком можно ознакомиться на сайтах муниципальных районных центров или же позвонить в общественную приемную по телефону 20-12-12. Код города 8-782. На 105 площадках Карачао-Черкесской республики, то есть в разных населенных пунктах, в разных местах, будет обеспечена гражданам возможность обратиться со своими заявлениями, обращениями к депутатам как местных органов самоуправления, так и депутатов парламента Карачао-Черкесской республики. Ваши запросы и пожелания не останутся без внимания, поскольку все это будет аккумулироваться потом в общественной приемной и будет находиться на таком постоянном контроле. Медицинское обслуживание на уровне. Сегодня центральная района поликлиника Базинского района предлагает полный спектр обследований и анализов состояния здоровья. Сюда можно обратиться за помощью к специалистам-врачам разной направленности. Имеется все необходимое оборудование, пункт скорой помощи и собственная лаборатория. Какие услуги здравоохранения можно получить в этой поликлинике, узнавала Мадина Лайпанова. Расул Байрамкулов, житель аула Псыш, пришел в поликлинику, чтобы сделать электрокардиограмму сердца. Ничего серьезного, просто плановое обследование состояния здоровья. Тем не менее, уровнем оказания медицинских услуг в поликлинике мужчина доволен. Если судить, что было и что есть, намного лучше стало. Это я вот как пациент говорю, что вот сколько здесь живу, больше десяти. Что было, что есть, а большая разница есть. А что поменялось? Насчет врачей много стало, их мало было. Этих специалистов намного меньше было. Сейчас намного больше стало. Процедуру ЭКГ Расул проходил в кабинете функциональной диагностики, который полностью сегодня оснащен всем необходимым оборудованием для проведения не только исследований сердца, но и физиотерапевтических процедур. Чтобы назначить правильное лечение и поставить правильный диагноз, нужен кабинет функциональной диагностики. Здесь принимается ЭКГ. ЭКГ – это аппарат, который показывает, как работает сердце. Если есть там какая-то патология, сразу уже терапевт может назначить лечение. Помимо этого, на базе районной поликлиники действует собственная лаборатория, где производится забор биоматериала и проводится весь спектр необходимых анализов. Мы ведем прием больных, пациентов здесь. Берем у них общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца, глист. Делаем манипуляции. Кровь на гемоглобин проверяем, на сои, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты. Общее состояние больных. В поликлинике также можно сдать анализы на биохимию крови, пройти УЗИ сердца, внутренних органов, причем как взрослым, так и детям. Получить полный спектр физиотерапевтических услуг. Помимо этого, в поликлинике имеется собственный дневной стационар на 19 коек, благодаря чему многие пациенты могут проходить лечение, не выезжая за пределы района. У нас нет стационара круглосуточного, у нас есть только дневной стационар. И дневной стационар мы распределили таким образом, что в каждой врачебной амбулатории у нас по 4 койки. Это достаточно для этих аулов, для того, чтобы люди, не приезжая сюда, могли получить помощь в дневном стационаре. В подразделение Абазинской районной поликлиники входят три врачебные амбулатории в ауле Кубина, Инжи-Чукун и Эльбурган, а также фельдшерско-акушерский пункт в Карапага. Помимо этого, здесь расположены три пункта оказания скорой медицинской помощи. Персонал поликлиники, который насчитывает порядка 87 человек, сегодня обслуживает все 15-тысячное население Абазинского района. Мадина Лайпанова, Радамир Князев, Архиз, 24. Карачао-Черкесия присоединилась ко всероссийской акции по профилактике йода-дефицитных заболеваний. Соль плюс йод IQ сбережет. А прошла она в республиканском эндокринологическом диспансере, куда мог прийти каждый желающий пройти обследование на развитие заболевания щитовидной железы. Также от специалистов врачей-эндокринологов участники акции узнали, что дефицит йода – это фактор риска заболевания целого ряда серьезных заболеваний. Так, 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей – следствие недостаточного поступления йода с питанием. Такая акция проходит в нашей республике ежегодно, и цель ее не меняется. Это повышение уровня информированности населения, важности профилактики дефицита йода, а также о факторах риска и методах профилактики заболеваний щитовидной железы. Так как наш регион является одним из регионов, в которых имеется недостаток йода, поэтому мы тоже участвуем в этой акции. Цель этой акции – привлечь внимание общественности, профессионального сообщества, вообще в общем населения, да, республики нашей, к проблеме дефицита йода. Достаточно несложно, можно профилактировать все эти заболевания щитовидной железы, которые возникают на фоне йод-дефицитных состояний. Медицина будущего. В Карачао-Черкесии идет разработка препарата, позволяющего лечить гайморит и синусит, в том числе хронические. В основе препарата пробиотики, живые микроорганизмы, способны замещать вирусы, вызывающие воспаление. Как идет работа над лекарством и когда его ждать в аптеках, узнавал наш корреспондент Арнастчуков. Вот здесь, в лаборатории Медицинского института Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии, сейчас идет разработка лекарства, которое, возможно, в ближайшем будущем заставит забыть о таких болезнях, как гайморит или синусит. Разрабатывает препарат студентка пятого курса Амина Узденова. Суть ее работы проста. Предполагается выбрать наиболее активные естественные бактерии микрофлоры носа и использовать их для подавления других, таких как золотистый стафилококк. Золотистый стафилококк представляет собой грозный возбудитель инфекционно-воспалительных процессов, таких как синуситы, например, гайморита, что имеет большую актуальность применения пробиотиков. Так как классическая терапия применения антибиотиков сейчас малоэффективна в связи с резистентностью, в связи с развитием устойчивости к данной терапии. Говоря простым языком, те методы лечения, которые применяют сейчас, не дают должного эффекта. Болезнетворные вирусы научились приспосабливаться к антибиотикам. Исследования Амины заинтересовали экспертное сообщество, и потому она стала победительницей всероссийского конкурса «Умник-2017». В качестве гранта девушка получила 200 тысяч рублей, которые и потратила на дальнейшую разработку темы. Работа предстоит сложной и кропотливой. Из тысяч бактерий предстоит выбрать самые активные, на основе которых и будет создан препарат. На прошлой неделе Амина ездила в Ставрополь на конференцию, где защитила результаты первого года своего проекта перед комиссией Федерального фонда содействия инновациям в сфере науки. Мы надеемся, что будет одобрен следующий этап финансирования в размере 300 тысяч рублей. И также Амина также активно будет работать над его осуществлением, как и в первом году. Анонсировать срок выхода медицинского препарата пока рано. Ещё слишком много работы предстоит сделать. Но Амина и её научный руководитель уверены, что всё-таки доведут свои исследования до конца, а в аптеках нашей страны появится столь вожделенное лекарство. Эрнест Чуков, Далиль Мерза, Архыз, 24. Служба эксплуатации курорта Архыз приступила к подготовке трасс к горнолыжному сезону 2017-2018 годов, который станет для курорта юбилейным, пятый с момента его открытия в декабре 2013 года. Благодаря установившимся минусовым температурам начала работать система искусственного снижения, установленная на всех склонах курорта. В течение ноября проводились сезонные работы по приведению трасс в оптимальное состояние. Была подготовлена система искусственного снегообразования склонов, обеспечено техническое обслуживание её элементов, планово-предупредительный ремонт. Погодные условия наконец позволили начать оснижение трасс. Потребуется порядка двух недель непрерывной регенерации искусственного снега для создания достаточно плотной снежной подушки. И уже в первой половине декабря будут открыты трассы курорта Архыз для катания. Профессия учителя начальных классов – одна из самых гуманных, творческих и нужных. Это не просто работа, это образ жизни. У учителя начальных класса 8-й школы Черкесской Галины Николаевны Подлесной есть всё, что присуще настоящему педагогу – талант, душевная теплота, ум, чуткость, терпение и энергия. Имея за плечами полувековой стаж, она постоянно совершенствует свои знания. Подает пример творческого отношения к любимому делу молодому поколению. Галина Николаевна всегда очень любила детей. Она с уважением и теплом относится к своим ученикам, внимательно выслышивает их мнения по любым, даже самым сложным вопросам. И старается подобрать грамотный подход в обучении и воспитании каждому ребенку. Документальный очерк автора Сиат Мамаевой «Жизнь, достойная человека», повествующая о жизни и педагогической деятельности Галины Николаевны, смотрите на нашем канале в это воскресенье в 20.35. – Я намеревалась летом уйти из школы. Но как только я подумала, что я не буду слышать в августе запах краски, школьной, я затоскую. Я затоскую. Я постоянно в каком-то должна быть движении, должна о ком-то заботиться, я должна что-то делать. И когда бывают такие моменты, что день и нет звонка, ни от родных, ни от близких, начинаешь себя чувствовать, что ты не знаешь, для чего живешь. А в школе тут как раз поле деятельности, пожалуйста, помогай, учи, развивай. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаемся новости Республики на сайте Республиканского информационного агентства «Карачао-Черкесия» и на нашем канале «Архэс-24». Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова